Десятки погибших и тысячи раненых. Таков итог фактически боевых действий на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Спровоцировала кровь Америка. Это Дональд Трамп своим прямолинейным решением нарушил неустойчивый баланс, что существовал до сих пор. Решение перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признание тем самым всего Иерусалима, как его западной части, так и восточной, где мусульмане, израильским городом. Это противоречит всем решениям ООН, включая то, по которому в 1947 году был создан сам Израиль. Понятно, что арабов такая простота не устраивает, поскольку Иерусалим они считают и своей святыней тоже. Самые обделенные в этой ситуации палестинцы. Они же и пали жертвами своего напористого протеста. Из горячей точки планеты шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков. Фигуры с палестинскими флагами мечутся в чёрном едком дыму от горящих автомобильных покрышек. Серый дым – это уже слезоточивый газ, который на манифестантов с воздуха распыляют боевые израильские беспилотники. Это то, что в газе называют «великим маршем возвращения». Каждую неделю, несмотря на растущее число погибших и раненых, по призыву лидеров Хамас, палестинцы пробуют на прочность приграничные укрепления израильтян. 62 погибших, 1200 раненых пулями снайперов, столько же пострадавших от газа и спецсредств. Среди убитых семеро подростков одна женщина. В этот день и в этот час по решению президента США Дональда Трампа в Иерусалиме открывали посольство США. Строительство роскошного билдинга отложено на неопределённое будущее. Сейчас американское посольство на окраине Иерусалима появилось за счёт простой перемены табличек. Раньше это было консульство, но даже это действие Трампа, судя по развешенным вокруг плакатам, уже сделало Израиль великим. Элегантная Иванка Трамп, зять президента Джаред Кушнер, министры и сенаторы из огромной американской делегации, премьер, президент, спикеры израильского парламента пришли на церемонию с жёнами. Отвечая на телеобращение Трампа, глава Кабинета министров Израиля Беньямин Нетаньяу дал понять, что для него этот символический акт означает, что Иерусалим – это единая и неделимая столица Израиля. Спасибо президенту США за мужество и за то, что он держит слово. Иерусалим всегда был и всегда останется столицей еврейского народа. Уже позже и в США, и в Израиле будут утверждать, что кровавый понедельник в Газии и торжества в древнем городе никак не связаны. Но потерявшие мечту о будущем независимом государстве со столицей в Восточном Иерусалиме палестинцы ещё накануне говорили о готовности сопротивляться. Мы поддержим мирный, ненасильственный протест нашего народа. Мы никогда не согласимся с односторонними действиями президента Трампа, который признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся туда посольство США нарушил все международные договорённости и разрушил все усилия по урегулированию конфликта. На следующий день чёрные траурные флаги появились на улицах Рамалы, Хеврона, Вифлеема. В Палестине объявили траур по погибшим на границе Газы. С национальными палестинскими флагами жители Рамалы вышли к КПП Бельт-Эль. Там их уже встречали израильские военные. Подростков, которые кидали камни, используя при этом прыщи, стреляли резиновыми пулями. Вновь облака слезоточивого газа, вновь сообщения о двух погибших и 20 раненых в полутора десятках палестинских районах. На следующий день забастовку объявили уже израильские арабы. Мы просчитываем варианты развития событий, и пока нет ничего, что мы не смогли бы предотвратить. Но я как специалист считаю, что для открытия посольства США был выбран неудачный день. Предупреждая власти и сограждан о неизбежной эскалации и жертвах по Иерусалиму, прошли сторонники мира. Противники перевода американского посольства в Иерусалим, противники эскалации ситуации между палестинцами и израильтянами, живущими здесь, пришли в этот день в старый город с цветами. Цветы – символ единства и мира. Парламентская позиция, в целом поддерживая перенос посольства США, считает, что такие шаги опасно предпринимать, игнорируя волю палестинцев. Если Трамп намеревается продвинуть мирную инициативу, то, вы знаете, танго нельзя танцевать в одиночку. Его можно танцевать только с кем-то. Кем-то это палестинцы. То есть, хотят ли этого в Вашингтоне сегодня или нет, но с ними придется разбираться. И решать вопрос в том числе и Восточного Иерусалима. По утверждению израильского политического руководства, лидеры Хамас подталкивают жителей Газы к смуте. Но пропагандистам исламистского правительства Анклава можно и не стараться. Половина населения двухмиллионного сектора Газы – беженцы, чьи деды и отцы бежали сюда после войны за независимость в 48-м или в шестидневную войну 67-го. Они в большинстве своем живут за гранью нищеты. Рис, чечевица, нут, горох, сахар, растительное масло. Если в семье есть маленькие дети, то и сухое молоко. Такой нехитрый набор продовольственной помощи ООН, за которым еженедельно на специальных пунктах в секторе Газа собираются десятки тысяч людей. США по решению Дональда Трампа не так давно прекратили финансирование агентства по делам беженцев, лишив работы тысячи специалистов в школах, больницах, гуманитарных центрах Газа, где уровень безработицы уже сегодня достиг 50%, где 300 тысяч выпускников вузов не могут рассчитывать даже на временный заработок, где электричество подается 6 часов в сутки. И оттого потрясший регион кризис, спровоцированный амбициями Вашингтона, можно с достаточным основанием назвать интифадой Трампа. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Тарик Альян. Вести недели. Иерусалим. Сектор Газа.